Первым же делом после приезда федеральный министр и вместе с главой Тувы Владиславом Хавалыгом посетили местечко Кадарчи, чтобы своими глазами увидеть текущее положение дел с загрязнением воздуха в Козыле. Напомним, что столица Тувы попала в список городов, где необходимо решить вопрос с загрязнением атмосферного воздуха. По словам самого Александра Козлова, увидев воочию суть проблемы, отметил, что решение справедливое. Если учитывать то, что морозная погода позади и отопительный сезон не на пике, сажа до сих пор закрывает город. Проделали большую работу вместе, просчитали, кто является загрязнителем, и сейчас это выглядит следующим. 65% загрязнения воздуха это дает индивидуальные жилые дома. Порядка 18 тысяч домов примерно дают 65% выброса вредных веществ. Остальные это 10 предприятий. Из них самые два крупных это полигон, он где-то 16% дает, и 10% дает ТЭЦ местное. Ну и 8 предприятий, еще порядка 10%. Федеральный министр отметил, что все эти 18 тысяч домов частного сектора расположены вдоль реки, и по направлению розоветров именно они распространяют сажу на весь город. Местный уголь, по словам Александра Козлова, имеет марку «Ж», что означает, что топливо сгорает не полностью. Как мы все знаем, порядка 50% сжигаемого угля выходит через трубы в виде сажи и копоти. Поэтому в здании регионального правительства состоялось рабочее совещание, где прорабатывались вопросы по решению данной проблемы. Возникло очень хорошее предложение. Возможно, расселение. Львиную долю загрязнения дает, как мы услышали, 65% это частный сектор. Расселение просто частного сектора. Таким образом, в целом, оживить строительный рынок. Вот этот вопрос изучить. Сейчас нам принято обязательство посчитать целую площадь, более 18 тысяч частных домов владений. Сколько это составляет? Такой объем строительного строительства нужно строить взамен частным секторам. Также глава ТУВ отметил, что до конца года будут приняты ряд мер и подсчетов. К примеру, региональным министерством топлива и энергетики сейчас разрабатываются варианты, какие из домов можно подключить к электроснабжению, а какие к центральному теплоснабжению. По словам Александра Козлова, очень отрадно, что работа республики в данном направлении кипит и в ближайшем будущем найдутся оптимальные решения данной проблемы. С момента появления города в этом проекте, самое главное, что сейчас выявлен загрязнитель. Определенно, сколько он делает выбросов, преданных веществ и участвует условно в этой работе. Потом надо разделить с промышленными предприятиями один уровень работы, с частным сектором другой. И, соответственно, квотирование, которое очень важно, потому что квотирование до каждого довести, сколько он должен снизить, это надо знать каждого в деталях. Вот это сейчас большая работа происходит и по вариативности, какие меры можно предпринять. Напомним, что с сентября прошлого года ведутся исследования воздушного бассейна в столице республики. И в рамках федерального проекта «Чистый воздух», национального проекта «Экология», направленного на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, подразумевается квотирование вредных выбросов в Кызыле и внедрение экологических источников теплогенерации.